Берутся вот такие стеклянные совсем без рисунка тарелочки на обратной стороне. Как сделать из обычной тарелки произведение искусства, знают в Союзе пенсионеров микрорайона Левобережный. Здесь прошел мастер-класс по технике декорирования. Постоянно здесь работает три кружка – лоскутное шитье, декупаж и рисунки на стекле. Но только этим общественники не ограничиваются. Эмилия Жикова рукоделием занимается всю жизнь. Бухгалтер, жена и мама двоих детей, Эмилия всегда находит время для творчества. Владеет почти всеми видами рукоделия. Вяжет, шьет, делает прихватки, мягкие игрушки, броши, другие украшения и даже чехлы для автомобильных сидений. Рукоделием я занимаюсь с 5-6 лет. Даже были очень анекдотичные ситуации, когда я у мамы отрезала по 10 сантиметров с каждого лоскута ее ткани. Все сделано из подручных материалов, поэтому себестоимость таких изделий невысока. Но благодаря мастерству женщины все они получаются не хуже, чем в сувенирных магазинах. К тому же каждая – эксклюзив. Особая гордость – вязаные шали и палантины. Работа кропотливая. На одну такую шаль уходит несколько месяцев. Результат ошеломительный. Кроме этого, каждый день насыщен культурными мероприятиями. Здесь скучать просто некогда. Мы ходим и в театры, мы ходим по выставкам, по музеям. К нам приходят сюда с какими-то маленькими лекциями, чтобы поддержать пенсионеров. Председатель Союза пенсионеров микрорайона Левобережный всегда старается организовать самый разнообразный досуг для своих подопечных. Занятие по душе найдется как для молодежи, только-только вышедших на пенсию, так и для старших товарищей. И спрашиваем, кто чем хочет заниматься. Есть у нас театр в городском округе, в Химках можно доехать. Есть у нас дискотека, больные танцы. Союз пенсионеров микрорайона Левобережный насчитывает 177 человек. Всё это бодрые, активные и любящие жизнь люди, которые проводят свой досуг интересно и с пользой. Обучиться искусству рукоделия здесь могут все желающие. Виктория Волкова, Константин Королёв, Служба новостей.